АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! АПЛОДИСМЕНТЫ Наши ребята Отошли сюда, можно будет У нас сейчас небольшой технический момент Вот Ага Как говорится Бытовые альтернативы Вот сюда И так я Рад вас приветствовать У нас сегодня получился такой Маленький импровизированный концерт Причем, даже не столько концерт Сколько, наверное, встреча Нам очень интересно Творчество Одескоса Вчера был удивительный Замечательный концерт, за что отдельно Большое спасибо Я думаю, что У всех был прекрасный сон После того, как Прослышали колыбель И полетали во время композиции Сегодня Формат у нас довольно-таки простой Встречу Мы организовали так, чтобы Это было интересно в первую очередь тем, Кто реально увлекается гитарой Для кого гитара имеет смысл Для кого музыка имеет смысл Для того, кто ищет И задает вопросы Не только о музыке, но и все-таки О смысле жизни И, собственно, человек ищущий Поэтому, я думаю, сегодня Прозвучат интересные вопросы Как вы знаете, мероприятия мы делали Специально по регистрации Чтобы вы задавали вопросы Мы эти вопросы подготовили Тут их аж целых на три листа Я отобрал те, которые более-менее серьезно И стоит действительно задать Но если шуточные вопросы Я думаю, что мы отвечаем И мы приготовили несколько музыкальных вопросов Я думаю, что надо дать Я сам волнуюсь, просто еще Мы начнем, наверное, с того Что все-таки сделаем маленький подарок К твоему дню рождения Который был Мы сделаем композицию Это наша третья музыкальная школа «Грецкие орешки» Коллектив изучает гитару Под вопросы Я из Ивановского Они очень, скажем так Перспективные музыканты Я думаю, у них тоже есть вопросы Ну, а сейчас Мы дарим это творчество Но 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 Если бы Если бы я сейчас вернулся В тот момент В своей жизни Наверное, я бы все равно Через все это прошел Но С большим вниманием И взял бы действительно То, что мне бы пригодилось А вот это сопротивление Чему-либо То, что мне нравится На самом деле Закрывает фокус Закрывает внимание Закрывает Вообще Желание Даже понять Что там О чем говорится Но Сальфет же Как таково Уходит в очень Глубокие корни Вообще Что это такое Потому что В Древней Греции Дети В возрасте Примерно десяти лет Могли мастеровать Уже несколько музыкальных инструментов Это значит Они знали что-то Чего мы не знаем сегодня А почему мы не знаем Тут нужно копать Пусть изучают историю Если кто-то хочет действительно узнать Это связано напрямую С церковной музыкой Напрямую Как бы Со своего рода Контролем Потому что Несколько столетий Музыка вообще Не позволялась Проигрываться только Она могла Играться в здании Это католитическая история Но не в этом дело Дело в том что Формирование Вообще всего этого Сальфет же С одной стороны Оно дает знания А с другой стороны Это непонятно Да То есть я Я проходил вот курс С одним уникальным волшебником Который ездит по миру И в течение трех дней Люди которые вообще Не знают сальфет же Они играли джазовую импровизацию На фортепиано Он им показал формулу Он им показал формулу Данкан Лориан Это называется Understanding Music Seminar Understanding Music То есть понимание Что такое музыка То есть за три дня Люди Никогда не прикасавшиеся Вообще Фортепиано Могли сыграть джазовую импровизацию Потому что он им просто Показал формулу Он убрал все эти значки Оставил математическую формулу И математическая формула Это как язык То есть это может быть джазовый язык Это может быть арабский язык Это может быть фламенко Это все языки Да Поэтому Ну тут Каждый кто для себя хочет Что-то узнать об этом новое Или вспомнить Лучше так даже сказать Он есть этот сайт Его можно посмотреть Он достанет Music Но Нам нужно через что-то проходить Я вот такое длинное сделаю Тогда у нас есть еще наполнитель Учитель Он Давал мне скажем Какие-то Домашние задания Я начал учить гитару в 8 лет До 15 В 15 я уехал И до 26 я толком на ней не играл Но В то время Когда он мне давал какие-то задания Я тебя вижу Ребенок, которому не интересно Этим заниматься На самом деле Может что-то там поделать Но я просто помню Я вот ложился на кровати Смотрел в потолок И что-то мне само собой игралось То есть дела не было в том Чтобы проиграть какое-то упражнение И мне его повторить Хотя, безусловно Его нужно было делать Это была программа Мне нужно было потом ходить На эту маленькую сцену В первой школе И так сказать Представлять То, чем меня научили У меня не было любимого арпеджио И до сих пор его нет Потому что Арпеджио на самом деле Это Как бы Это заданная Какая-то система Которая нам позволяет Изучение инструмента Постановки пальцев Это как вот Мы учимся ходить То есть мы один шаг делаем Вот ребенок Он родился Потихонечку начинает ходить Потом начинает бежать То есть Как-то я наверное Искал свои Может быть какие-то ходы И я их до сих пор Каждый раз Им удивляюсь Когда они проявляются Но Скорее всего Самим себе Нужно придумывать Какие-то повторения Которые мы могли делать И от которых Нам Радостно было бы А не потому что Нам дали это сделать То есть Мы не совсем можем согласиться Когда она дает Учитель Но мы все равно Через это проходим Это часть пути Это все абсолютно нормально Но самим также Нужно находить Свои тропиночки Которые Улыбку В сердце Включают Я думаю Это ответ Исчерпывающий Для всех Учеников Это Для вдохновления Тогда Можно спросить Есть ли в жизни Вообще цель Потому что Мы есть жизнь Да То есть Тут как бы включается Компонент такой Кто я такой Который хочу Чтобы у меня была цель Потому что Тот я Который хочу чего-либо На самом деле Может быть Очень несчастен Потому что Цель не происходит Не подтверждает себя Не проявляет себя А если мы Как бы Не зацикливаемся На этих целях Мы просто идем По жизни Дело вот то Что чувствуется Внутри Правильно Нет этой борьбы С собой Из-за того Что-то не происходит Но Нам всем Нужно пройти Эти тропиночки Это же Вот и есть жизнь Это как Ну опять таки Вернемся Есть ли у жизни цель Это довольно таки интересно Потому что Для многих Музыка Это как Ну я забыл Что для тебя возможно Хотя как Медитация То есть игра Вот импровизация Равно медитация Так оно или не так Ну это всегда Элемент для того Что Знается Того что Игралось Того что Проигрывалось Своих вечных Вариаций И того что Рождается в этом Моменте Это всегда одно и то же Это как У нас есть тело То есть Как это тело Сегодня себя будет Чувствовать Зависит от Множества факторов Также И в музыке То есть Есть что-то Что присутствует То что мы знаем Но как оно Себя будет проявлять Как Эта жизнь Через нас Всех Будет себя проявлять Мы не совсем знаем Это Есть импровизация И что Включается в этот Момент Если мы Внимательно Смотрим То есть Когда Гитарист берет Инструмент Скажем Да Я бы сказал Когда жизнь Берет инструмент Когда Что-либо Там Играется Вы Чувствуете Что-то Вы Наблюдаете Свой процесс Радость Это не только Это может быть Потому что Мы же не чувствуем Все время Радость и счастье Бывают моменты Когда мы Чувствуем Грусть То есть Дело И не в том Что мы чувствуем А в том Чтобы видеть То, что мы чувствуем Полностью Да Наблюдать За этим аппаратом Который Разговаривает Наблюдать За эмоциями Которые приходят И уходят И вот это Самое главное Это мы называем Медитацией Видеть себя Наверное То есть Много лет Я скитался По свету То есть На самом деле После 11 лет Не игры на гитаре Единственное Что я помню Это был Кубинский танец Наверняка все это знают Кто учится в гитаре Это была часть Музыкальной программы Советского Союза Я думаю До сих пор Она осталась В музыкальной школе То есть Это единственное Что-то Что я Помню Даже По ощущению Пальцев Потому что Пальцы Это помнили Вот Пальцы Все это вспомнили Но Вот А вот Что происходило Дальше Потому что Ну невозможно Проиграть одну Кьесу То есть Годами Скитаясь Я заметил Что вот эти маленькие истории Стали Как-то Себя Очень Явно Выражать То есть Они как-то Стали повторяться Но Они Как бы Сформировались Эти маленькие сказочки У каждой из них Появило Своё имя Эти все сказочки Рождали Новые сказочки Эти все сказочки Постоянно Варьировали То есть Они Не были Одинакового Темпа Они не были Сыграны Каждый раз Одинаково Но Тем не менее Они Они Сформировались Вот что в какой-то момент Что произошло Эти все сказочки Стали собираться В одну Большую или иную сказочку То есть Они все стали Как-то вот Проявляться так Что Где-то они хорошо соединились Сегодня А где-то нет То есть В этом В этом случае Жизнь сама Это пишет То есть Вдохновение Этот источник Который течёт Через каждого из нас Он всё время есть Просто мы чем-то знаем Этот момент Конечно Мы можем сесть И по формуле Что-либо придумать То есть Есть формула В музыке Есть формула Есть в фильмах То есть Мы знаем До какой точки Нужно дойти Так, чтобы Произошёл Катарсис И вот Мы используем эти формулы В кино В дизайне В музыке В письме И Это понятно Почему? Потому что оно должно работать Баскин 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 На английском Это означает Как бы Публичное выступление Да Трубадуры Это уже Из Романтики Отлично Но Они были действительно Странствующие Такие Старые были Ленобарды Стейли Трубадуры Ну В этом дело Я считаю Что Здорово Для любого Живого существа Являющегося Человеком Музыкантом Хорошо Хотя бы Какое-то время Попробовать себя Вот так Выйдет в улице Где Где Это ни было В какой бы это ситуации Не происходило На пороге Я бы сыграл Да Я бы сыграл Но не в этом дело Дело Понимаешь Есть Желание Что-то Себе доказать А есть еще Абсолютно Натуральное Проживание Всегда Я не думал Что это Выбирать То, что я себе Поставил какую-то цель И Я это Выбрал То есть Я это попробовал еще в Израиле Когда я был там Мне было лет 15 И все На этом Все это Закрылось Но Когда я был в Нью-Йорке Я просто играл для себя Я просто играл гитару Судился В центром парке Под каким-то деревом Я просто играл для самого себя Ко мне все время Кто-то подходил Давал мне деньги То есть Я не понял вообще Для чего это все было То есть Я это делал В собственное удовольствие И в собственное Ужение Это как Сумасшедший Профессор В своей лаборатории Что-то изучает Он изучает Он изучает себя Он изучает инструмент Он просто есть А жизнь Просто Показала Какую-то тропиночку И вот Оттуда все началось Это как Побольше Эффект вообще То есть Ты Копаешься И изучаешь себя Я считаю Что это более общая цель Да Вот изучение Самого себя Такое же Нет этого процесса Понимаешь Нет этого Я сейчас Это изучаю Профессора Нет Это Разговор Нормально Когда музыкант Выходит И Мастеру И Мастеру И Если Ты Хочешь Брать На улице Окей Денег не возьмут Но Предупреди Заранее Что Там Ты Будешь Выбирать И Полицейские Будут Охранять Спокойствие Как в Европе Была На улице Абсолютно Разные места Есть Абсолютно Разные города Да И Ситуация В разных местах Естественно Я практически Никогда Таких разрешений Не брал Я всегда пробовал Я выбирал Такие места Где были фонтанчики То есть Я как-то искал Такую большую романтику Для себя Но Так же Те места В которых Все и делалось Как Ван Гог Если бы Мне не нужно было Платить Постоянно За свои квартиры То есть Это Также Часть Творения То есть Вот это Выживание Как-то толкало Вперед Это действие Потому что В какой-то момент Я просто Абсолютно Отпустил Вообще Какие-то Идеи Куда-то идти И какую-то Искать работу Или То есть Я просто Прыгнул Доверился тому Что я Смогу Выплет И это Были Дни Такие Когда В Нью-Йорке В сумасшедшей Дорогом городе Заработал свои 20 долларов В день На которые Выжить Это невозможно Но Я знал Такие дни Тоже Я просто Доверился этому Абсолютно Больше Не было Вопросов Но В некоторых местах Да Нужно просмотреть решение В некоторых местах Нужно Просто Если Полиция Приходит Нужно Просто Говорить Спасибо Я приду Куда-то Где-то Присоединяйтесь Знаете Нет Одного Сценария Нет Одной Формулы Единственная Форму Которую Я посоветовал Любому Человеку Который Хочет Прожить Это Просто Себе Куда Поехать Дело Не в том Чтобы поехать В какой-то город В котором Это работало Для кого-то Это не факт Что это будет Какого-то Нужно Счувствовать Куда Меня зовут Людмил М Надо Какого-то Хочется У Кто-то Счувствовать В «бометная» Мон come Монк Монк